Меня зовут Лидия Тарасова, я врач-мекобиолог, я писатель детский и взрослый. Пишу книги, пишу сказки, пишу рассказы для детей и взрослых. У меня изданы две книги и одна в соавторстве, и одна электронная. Четыре книги, можно сказать. Ну вообще я в детстве писала рассказы, даже были такие мини-сборники, которые я печатала на папиной печатной машинке. А вот вернулась к писательству я пять лет назад, когда у меня появились дети, когда у меня родились дети, и было много свободного времени. То есть декрет — это время, когда женщина находит себя. Когда ты уходишь от работы, у тебя появляется свободное пространство для новой деятельности. В детстве мы очень много читали. В нашей семье была большая очень библиотека, полная разных книг. И прививать любовь к чтению — это заслуга моей мамы. У нас была такая традиция, что всегда перед сном мама нам читала книжки. И это были самые разнообразные книжки. Это очень... Мы столько всего перечитали за детство, что, наверное, это отложило свой отпечаток в дальнейшем на формировании нашей сестрой мировоззрения и так далее. Но читать мы всегда любили. И потом, будучи подростком, я не была тем ребёнком, который гуляет во дворе, я была тем ребёнком, который перечитывает всю детскую классическую литературу на несколько раз. Если вспомнить именно в зависимости от возрастов, допустим, дошкольные, дошкольные — это, естественно, Маршак, так далее, все мы читали. Я помню, была вот такая сказка «Мух, это полботинка», потом был поросёнок Плюх, я помню, был поросёнок Плюх. У него в карманах жили разные эти... У него были штаны, и там были карманы, в которых жили разные животные. И мне вот это так запомнилось, не помню, кто автор, но я помню, отчётывала иллюстрацию поросёнка Плюха вот в этих клетчатых штанах, что у него мама всегда делала много карманов и заплаток, и в каждой заплатке, в каждом кармане его всякие там маленькие друзья сидели. Потом мы читали уже более взрослую литературу, это, конечно, «Урфин Джуз» и так далее. Это очень интересная, очень моя любимая серия книжная. «Мумитроли», я фанат «Мумитроли», и вот детей сейчас тоже. Но в наше детство, правда, не было «Мумитроли» для самых маленьких, а сейчас появились рассказы коротенькие для «Мумитроли», которые вот таким вот пятилетним, как мои, заходят к детям, потому что более длинные рассказы пока им сложно воспринимать, «Мумитроли кометы» и так далее. Ну, вся детская классика, весь Андерсон мной перечитан много раз, Карлсон и так далее, братья Гримм, Алиса, все это, все это перечислено нами на много раз. Последнее время не удается много читать, к сожалению, потому что время свободно, вот как это было раньше, что можно сесть спокойненько с книгой почитать, сейчас такого уже нету. Но все-таки я стараюсь, потому что без чтения очень важная, мне кажется, часть жизни упускается, если ты не читаешь, потому что чтение – это новый мир какой-то для себя открыть, что-то, какую-то новую интересную там проблему внутри себя может даже раскрыть. Я сейчас больше всего пользуюсь электронными ресурсами, вот книги на Литрес, кстати, хорошо, что через нашу национальную библиотеку теперь есть доступ на Литрес, это вообще здорово, я прочитала «Рядовой Чаэрин», вот, с детьми прочитали, кстати, на фильм сходили, потом прочитали, и последний раз, да, почему-то у меня в последнее время на военные книги я еще читала «Войны и не женское лицо», вот эта последняя книга, которую я прочитала. Я бы не сказала. Мне кажется, сейчас вот культура чтения, по сравнению, скажем так, чем лет, может быть, 10-15 назад, мне кажется, она возвращается, мне кажется, сейчас как раз-таки читать стало модно, престижно даже в какой-то степени, потому что вот эта атмосфера, что человек сидит с книгой, у нас же сейчас есть такое, что мы смотрим визуально, там, в Инстаграме или еще что-то, там, атмосферы и так далее, и люди, сами того не желая, начинают погружаться в эту атмосферу, то, что человек сидит с книгой, и люди тоже начинают подумать, потому что я тоже там почитаю что-нибудь, и находят для себя, очень стали сейчас интересные книжные магазины, в них большой ассортимент, в них, это не просто книжный магазин, это времяпрепровождение, там, кафе рядом, ну, просто одно удовольствие зайти, там, выпить чашечку кофе, тут же взять книжку, прочитать, или там какие-то именно кафе, в которых одновременно пауки с книгами стоят. Раньше у нас такого не было, и сейчас я очень рада, что такое появляется, буккроссинг, очень популярная вещь, мне кажется, люди сейчас читают достаточно много. У нас так интересно, я с мужем разговаривала, говорю, тебе в детстве книжки читали, он говорит, ну, вроде читали, а вроде нет, ну, то есть у них вот этого не было, и он, ну, у него другой склад ума, он технарий, он не гуманитарий, поэтому он с книгами, он книг не так много читает, и то вот сейчас мы, когда у нас появились дети, мы стали вот эту традицию, что каждый вечер мы читаем им сказки. У нас взрослой литературы не так много, как детскую, у нас огромный шкаф, я постоянно покупаю какие-то новые книжки, ведь сейчас современная литература, она такая разнообразная, такая вкусная, может, зайти в магазин книжный, просто вот выйти с полным пакетом книг, очень много накупить, очень много интересного. И дети мои очень любят, когда им дарят книги, они радуются новым книгам. Раньше я считала, что книга – это так себе подарок, да, не игрушка, а сейчас вот дети радуются новым книгам, потому что книги красивые. И мы читаем каждый вечер, и недавно мой муж пошутил, говорит, я за всю жизнь не читал так много книг, как читаю с тех пор, как появились мои дети, потому что он перечитал всю вот эту детскую классику, которая для дошкольного возраста и современную литературу. Поэтому я думаю, что наши дети тоже будут читающими, я на это надеюсь. Все-таки есть выражение, что читатель вырастает на коленях у родителя, и если родитель читает, то и ребенок будет читать, если нет, то и ребенку будут интересны какие-то другие вещи. Ну, пока я бы не сказала, что какие-то есть особые предпочтения. Ну, понятно, что девочки любят про принцесс, девочки любят про милых персонажей, девочки любят про щеночков собачек, кошечек вот такое, все, что миленькое. Но это еще зависит от того, как им преподносишь. Если им сказку читать монотонно и скучно, то им это будет неинтересно. А если читать как-то так, ну, это вот от того, как сам родитель подает, от того и восприятие у детей формируется этой книжки, сказки. Ну, и еще очень важным моментом в детской литературе являются иллюстрации. То есть, чем красивее и больше их картинок, тем больше будет эта книга востребована среди детей. Потому что у нас вот сейчас для пятилетнего возраста в основном я выбираю книги, где много красивых иллюстраций. Вообще, как я начала писать, да, я начала придумывать своим детям сказки. То есть, рассказывать им сказки какие-то, они говорят, ну, там, расскажи нам сказку про отвертку. Вот лежат и видят, у папы лежат отвертки. А ты, ну, расскажи нам сказку про отвертку. Что делать? Рассказываешь им сказку о том, как была там жила принцесса-отверточка. Пришел к ней, там, друг ее, там, молоток и так далее. Ну, сказки я им придумываю вместе все время, что-нибудь сочиняем. Очень часто беру их образы для своих сказок, потому что дети, это, дети, это такой вот, ну, это вот то, из чего можно брать для того, чтобы придумать готовые образы, которые можно брать для создания какого-то детского произведения. Мы, ну, мы читаем, да, мои книжки, но я как-то вот стесняюсь, все-таки у меня еще и нет такого, я там не могу сказать, давайте сегодня почитаем мою книжку. Это если они, конечно, принесут, скажут, давай. А так как-то я и дарить книги свои немножко стесняюсь. Вот, ну, как-то раз мы подарили мою книжку в детский садик, в детский садик, в группу, и приходят дети мои и говорят, мама, ты что, писатель? Мама, а ты что, писатель? Я говорю, ну да, писатель. Так ты же у нас микробиолог. Я говорю, ну, и микробиолог тоже. Они так смотрят на меня подозрительно. А так что, бывает? Я говорю, а вы знаете, я еще ваша мама. Ну, это мы знаем, сказали, они убежали. То есть, ну, как-то вот они в разном возрасте по-разному это воспринимают. Они видят маму там на телевизоре и тоже удивляются. Сейчас очень много разнообразной литературы. Рекомендовать что-то конкретное сложно, потому что ведь дети все разные. Кому-то нравится про динозавров, кому-то нравится про принцесс, кому-то нравится про машинки, кому-то нравится нон-фикшн детский, да, кто-то больше предпочитает сказки, кому-то нужно, чтобы это было там вот как сейчас вот нон-фикшн, вот эти всякие энциклопедические истории, да. Ну, мы с детьми недавно для себя открыли собачку Соню Усачева. И я не знала, что вот можно настолько зачитать книжку. И эту собачку Соню мы читали каждый день. Каждый день в течение, наверное, одного месяца. Вот. Мне нравится Усачев, автор. Мне нравится автор современный, Зартайская. У меня очень такие душевные книжки. Мне нравится, сейчас есть серия, сказочная Якутия, сказочная Камчатка, сказочный Сахалин. Это такие адаптированные этнические сказки. Ведь если в наше детство этнические сказки, они были достаточно жесткие. Я бы сейчас даже не дала своим детям ту книгу из моего детства, которая, конечно, была самой любимой. Не знаю почему, но мы очень любили этнические сказки. И сейчас вот эти этнические сказки, они подаются в более мягком варианте. Они проходят такую, ну, серьезную цензуру и убираются все вот кровавые элементы. Но сама суть вот этих этнических сказок она подкупает. И поэтому вот эти вот книги из серии сказочная, я не помню, как называется серия, но там сказочная Камчатка, Якутия и так далее. Вот это очень здорово. Я бы порекомендовала иметь это в своей библиотеке, если вы любите читать. Ну, классически говорят, что чтение книг – это речь. То есть ты читаешь, ты становишься более грамотным, ну, визуально, получается, насмотревшись, ты как-то запоминаешь эти запятые и так далее, как пишутся слова. Речь становится богаче, язык живее. И, ну, чтение книг – это развитие воображения, ведь когда ты что-то читаешь, ты всегда это в голове своей представляешь. Это здорово, когда особенно вот книги написаны таким образом, что читая книгу, ты в голове смотришь мультик. Так бывает. И, конечно, это развитие для детского мозга, для детского ума, да, это такое развитие. Ну, и для души приятно же сейчас очень много в детской литературе, может быть, психотерапевтичности, я не знаю, как правильно подобрать слово, но то есть многие сейчас сказки, они имеют такой лечебный характер, да, лечебные сказки, терапевтичные сказки, которые помогают справиться с какими-то страхами, которые мотивирующие, или же какие-то вопросы объясняют, которые родителю просто сложно объяснить, а они вот в таком вот форме рассказа про какого-то героя, да, они объясняют эту проблему. Поэтому чтение – это всегда здорово, это такой бальзам для души, это то, чтение ничем нельзя заменить, ничем, никакой вид активности не заменит чтение.